Анатолий Лемзиков пришел на прием к прокурору области с огромной папкой документов. Вот уже больше шести лет мужчина вместе с жительницей Ениной Федоровой в судах пытается доказать, что на их участке городского кладбища под номер 17108 действительно захоронена мама Енины, которая умерла 26 лет назад. Однако, по словам мужчины, 6 лет назад в журнале записи кладбища начала фигурировать другая фамилия. Тогда же изменилась и надгробие на самой могиле. Обратите внимание, это дикий ужас. Посмотрите, с двумя номерами на нашей могиле установила памятник. Наш номер, вот он лежит перед вами, вот он на оградке, понимаете, и ее номер 17115 на нашей могиле памятник поставила. Вы понимаете, что творится здесь? Борьба за место на кладбище, говорит мужчина, уже давно перешла в залы судов разных уровней, дошли и до Верховного. После долгих слушаний разбирательства закончились в пользу Лемзикова. Сейчас мужчина пытается добиться, чтобы захоронение привели в порядок. После этого приема сейчас, естественно, я все материалы поручу истребовать, ознакомлюсь с этими материалами дела. После этого только я смогу принять решение, о чем вас, естественно, уведомлю. Дина и Аколтын Кушикбаевы пришли на прием также, по их мнению, в поисках правды. Женщины пытаются добиться, чтобы их родственнику достану Кушикбаеву смягчили наказание. По материалам следствия, Кушикбаев был одним из участников банды черных риэлторов. Приговор по громкому делу был вынесен в середине марта этого года. Тогда на скамье подсудимых оказались 8 человек. Двое, в том числе и лидер преступной группировки Алимбаев, были приговорены к пожизненному сроку заключения. Еще двое среди них Кушикбаев получили по 18 лет лишения свободы в колонии особого режима. Однако близкие молодого человека уверены, что следствие в отношении него велось необъективно. Даже с самого начала в ДВД, когда завели это дело, почему-то все шло, только взяли во внимание слова этого Алимбаева, который оговаривал моего мужа в трех преступлениях. Я ваше заявление сейчас приму. Вот здесь сидит начальник управления, управление, сотрудники которого будут принимать участие в апелляционной инстанции перерассмотрения. Вы свои доводы более подробно изложите, они с изучением материалов дела ваши доводы оценят. Несогласных с решениями судов на премию прокурора сегодня было немало. Много обращений касались правомерности действий чиновников разных уровней, а также мошенничества. Некоторые обращения Марат Калибжанов изучил лично, другие поручил взять на контроль руководителем управления надзорного органа. Он Ребекко Сколов, Андрей Деменок, РТН.